И снова здравствуйте! Сейчас мы быстро приготовим домашний соус. Даже не знаю как назвать, но пусть это будет типа кетчупа. То есть сейчас как раз пора свежих овощей. И чтобы сейчас не есть, там магазинные кетчупы, еще какие-то соусы мы же готовим на зиму, но не будем же мы их сейчас кушать, они нам зимой пригодятся. То есть сейчас мы просто приготовим такой быстрый соус. Один баклажан запеченный, буквально чуть-чуть я его пропекла, горяченький видите, перчик один, тоже запеченный. Запекла в кузинке, буквально минут 5-10. Так, один перчик, здесь у меня три помидора, три зубчика чеснока. Готовить буду суповарки Заубер. У меня их две. Одна с верхним блендером, с верхним ножом, одна вот с нижним. Очень удобно, что в той, что в другой готовить. Здесь есть специальная программа, в плане того, что там суп, кипячение, тепло, горячо. В общем, я буду готовить, пока сейчас я сделаю блендер. Почему сначала взбиваю? Потому что, в принципе, боюсь, что может пригореть. Может, на самом деле. Там, ну, не могу сказать, что прям супер такое покрытие, может и пригореть. Поэтому я чуть-чуть забью, потом проварю и еще раз забью. Можно поставить, что она сама будет взбивать. Ну, мне проще самой взбить. Так, ставим на горячо на 25 минут. Ждем. Так кипит наш соус. Я думаю, что сейчас мы его будем отключать. Не будем ждать 25 минут. Наш соус варился 10 минут. Видите, как он кипит? Я показала. Сейчас мы его еще раз блендернем. Отключим. Очень аккуратно. Видите, кипит все. Булькает, булькает. Не обжечься, самое главное. Добавляем соль и сахар. О, видите, как выбулькивается. Мочку не подставить, а то сейчас как буркнет мне в лицо. Будет здорово-то. Так, добавляем соль и сахар. У меня ложечки небольшие. Я положу две ложечки сахара. И такую неполную ложечку соли. Кушать будем сейчас. Я обычным черным перчиком приправлю, чтобы было поострее. Еще раз закрываем, потому что этот блендер работает только когда крышка там. Еще раз включаем блендер. Пахнет вкусно. В принципе, он сейчас остынет, станет еще погуще. Вот такой вкусный домашний. Свежий густой соус у нас получился. Мы его можем подать с макаронами, с картофелем, да и просто при приготовлении пиццы использовать как соус. Всем пока-пока, до новых встреч. Готовьте, пока есть свежие овощи и фрукты. Пока-пока. Вот такой соус получился. Густенький. Темный он из-за баклажанчиков. И вот здесь мы сейчас посмотрим. Всем пока-пока и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!